Добрый вечер, в эфире Первого Приднестровского, последний в этом году выпуск новостей с итогами дня. Программа «Вовремя» в студии Станислав Стоянов. Сегодня в выпуске. Бюджет утвержден. Глава государства подписал главный финансовый закон страны. Подари Новый год онкобольному ребенку. В этом году в республиканской акции приняли участие еще большее число волонтеров. История в новогодних игрушках. Как менялись елочные украшения вместе со временем. Каким будет 2015-й? Что говорят народные приметы и астрологи? В Новый год Приднестровье вступит с подписанным бюджетом. Однако часть статей, посвященных доходам и расходам, государства президентом витированы. Прежде всего, глава государства не согласился с предложениями депутатов, которые увеличивают дефицит госказны, не предлагая источников его компенсации. Без реальных источников финансирования увеличения расходов на 85 миллионов рублей Верховный совет предлагал оставить единый фонд соцстрахования, из которого выплачиваются пособия и пенсии. Так, не учитывая проблемы наших предприятий на внешних рынках и прогнозируемое недопоступление налогов, парламентарии при рассмотрении главного финансового закона страны настояли на сохранении доплаты пенсионерам в размере 100 рублей. В этом случае через несколько месяцев, вероятно, придется резко сократить не только доплаты, но и сами пенсии, либо не выплачивать их вовремя. Чтобы обеспечить своевременность выплат, президент поручил разработать временный нормативно-правовой акт, предусматривающий выплату надбавки к пенсии в размере 50 рублей на получателя. Вместе с тем, правительству поручено проанализировать ситуацию и в случае ее улучшения восстановить надбавки в полном объеме до 1 февраля 2015 года. К слову, сложности с финансированием испытывают и другие государства. Так, за год покупательская способность пенсионеров в России снизилась на 70%, в Украине в два раза, в Молдове на 18%, что связано с падением курса валют этих стран. Также при рассмотрении закона о бюджете Верховный Совет согласился с предложением правительства установить частичную оплату за проезд в общественном транспорте для льготников. Для них с 1 января стоимость проезда в троллейбусах составит 1 рубль. На пригородном маршруте – рубль 50 копеек. На междугородных – 4 рубля. Это связано с убытками троллейбусных управлений и других перевозчиков, которые составляют 10-12 миллионов рублей ежегодно. Дело в том, что стоимость оплаты за проезд для населения сегодня ниже уровня реальных затрат на перевозку пассажиров, даже с полной компенсацией местными бюджетами проезда для льготников. Глава государства также подписал ряд нормативно-правовых актов, в частности указ, которым введены дополнительные меры по стабилизации валютного рынка республики. В целях недопущения спекуляции определен временный порядок контроля со стороны уполномоченных представителей государства. Согласно документу, коммерческие банки обязаны предоставлять информацию об осуществлении операций, связанных с конвертацией денежных средств. В противном случае они могут быть недопущены к валютным аукционам, проводимым Центробанком Республики. Эта мера является вынужденной и введена из-за нестабильности на валютных рынках соседних стран. Действие указа продлится до 2 февраля 2015 года. Также президент продлил действие фиксированного сельхозналога до 2020 года. Воспользоваться им смогут вновь создаваемые агрофирмы и те, которые раньше не работали по данной схеме. Фиксированный сельхозналог был введен еще в 2004 году в качестве поддержки предприятия АПК. В настоящий момент по этой схеме работают 33 агрофирмы, которые обрабатывают 33% земель сельхозназначения. С 2008 по 2013 год сумма поступлений по данному налогу составила около 100 миллионов рублей. Если бы эти предприятия использовали обычную систему налогообложения, то за это время государство бы получило еще более 80 миллионов рублей. Кроме того, были внесены изменения в земельный кодекс Республики. Нововведения касаются возможности изъятия земельных участков для размещения государственных объектов. К таким относятся объекты обороны и безопасности, обеспечивающие статус и защиту госграницы, государственные и муниципальные объекты здравоохранения, магистральные трубопроводы, линии связи и электропередачи. Аналогичные нормы содержатся и в российском законодательстве. Закон вступил в силу с сегодняшнего дня. Как сохранить праздничное настроение, если Новый год приходится встречать в больнице? Роль Деда Мороза для самых маленьких преднестровцев примерила на себя министр здравоохранения. Татьяна Скрипник посетила Республиканский центр матери и ребенка. Одно пожелание для всех – попасть скорее домой, чтобы по-настоящему отпраздновать Новый год. Теплые поздравления министра здравоохранения дополнила полезными подарками. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Как тебя зовут? Леша. Министра посетила отделение, в котором выхаживают недоношенных деток, малышей, которым требуется медицинский уход после рождения. А также зашла к ребятам постарше, которым просто не посчастливилось попасть в больницу на Новый год. Татьяна Скрипник принесла им по-настоящему нужные подарки – памперсы и игрушки. Учитывая, что не все могут праздновать сегодняшний Новый год дома у себя со своей семьей, за столом с новогодней елкой, некоторые детки, а их сегодня более 30, вынуждены провести сегодняшний день, сегодняшнюю ночь празднования Нового года в больнице. Учитывая такие обстоятельства, мы приняли решение прийти и их лично поздравить. Маленький Данил весит всего 2 килограмма, но для него и его мамы – это уже настоящее достижение. Родился малыш весом чуть больше килограмма. Изначально врачи и не надеялись, что он выживет, но мальчик стал для мамы настоящим новогодним чудом. Ребенок у меня родился 1,287 килограммов, очень слабенький, недоношенный, 29 недель. Глубоко, точнее, недоношенный. Думали, что он не выживет, но он выжил, ночь перенес. Ну, новогоднего настроения нет, у нас главное, чтобы ребеночек был здоров. Мы считаем, что у нас Нового года нет. У нас обычный день, мы как выйдем, у нас тогда будет Новый год, и мы его встретим, как и все. Этот Новый год пришел в Республиканский центр матери и ребенка с настоящим букетом чудес. Подарки детям подарили также общественные организации и просто неравнодушные люди. У нас очень много добрых, хороших людей, которые прекрасно понимают, что у нас есть детки, которые без родителей находятся на лечении. А есть даже те, которые с родителями, но по состоянию здоровья пришлось Новый год встречать в детской больнице. Поэтому они хотят хоть как-то улучшить их состояние, улучшить настроение. И вот несколько дней назад пришла одна женщина и буквально целый мешок подарков принесла. Вот он. И сказала, Наталья Васильевна, пожалуйста, на Новый год вручите вашим деткам, чтобы они себя чувствовали по-домашнему уютно, тепло и не думали о своих болезнях. Поздравления принимали сегодня и те, для кого эта ночь будет дежурной. Более чем 60 врачей этот Новый год встретят в стенах Республиканского центра матери и ребенка. Конечно, дежуришь в новогоднюю ночь. Хочется быть семьей. Но если у нас такая работа, мы должны работать. Поэтому это уже не зависит. Хочешь ты этого, не хочешь ты врач. И должен выполнять свою работу. Врачи говорят, что эта ночь ничем не отличается от других дежурств. А Новый год они отпразднуют уже завтра после работы в кругу близких. Александра Комплеева, Николай Беркиншток, Первый Приднестровский. Подари Новый год онкобольному ребенку. К акции, которая уже несколько лет в уходящем 2014-м подключилась как никогда много волонтеров. О том, как они создают новогоднее настроение и праздник в нашем следующем сюжете. Новогодняя суета и горы подарков. Словно в мастерской у Деда Мороза. Их украшают, сортируют и отправляют по нужному адресу. Кто-то, чтобы подарить больше счастья на Новый год, разводит волшебные краски. Кто-то лишний раз проверяет, действительно этот ли подарок хотел на Новый год ребенок. Сюрпризов в этой комнате много. Здесь и сладости, и фрукты, и куча игрушек, и даже техника. На проект откликнулись люди со всей республики и собрали подарки детям. Например, этот подарок едет в Дубоссары. Везем туда вместе со сладкими призами. Вот такой планшет. После того, как все сделано, в дело вступают профессионалы. Деду Морозу со Снегурочкой нужно объездить сегодня всю республику. По первому адресу сказочных гостей встречает Сережа. На Новый год он пожелал планшет. Подарок освоил сразу с техникой юный Сергей на «ты». Следующий адресат – Дима. Ему под елку принесли велосипед. Мальчик давно уже умеет кататься, только делать это ему приходилось на папином велосипеде. Теперь же рассекать будет уже на своих двух колесах. Но велоспорт – не единственное увлечение. Футбол, волейбол, борьбу, велоспорт. В этом году очень активно подключились различные общественные организации. Это и интернет-движения, это и политические какие-то молодежные партии, это и молодежное правительство. И в этом году есть очень хороший отклик со стороны государственных администраций. Под Новый год стараются сделать приятные и преподнести подарки всем тем, кто в них особо нуждается. И такие дети нуждаются во внимании общества. В этом году в списках, которые предоставило Министерство здравоохранения, числятся 87 ребят от 0 до 18 лет. Это, конечно, очень много, это больше, чем в прошлом году. Визита сказочных героев каждому ребенку предложили испачкаться. В тех самых волшебных красках, о которых мы говорили в начале сюжета. После чего оставить отпечаток в своих ладонях и написать сокровенное желание, которое, говорят, непременно сбудется. Эти же отпечатки позже станут картинами, на которые можно будет взглянуть на благотворительной выставке. Ярослав Богат, Салават Шихул Исламов, Первый Приднестровский телеканал. С 1 по 15 декабря в Дубазарах проходила акция «Напиши письмо Деду Морозу». На почту для главного героя новогоднего праздника поступило более 350 писем. У кого исполнилась самая заветная мечта, знает Наталья Цико. Полный зал детворы. В центре большая, украшенная разноцветными шарами и гирляндами елка. В этом году работники Дубазарской почты впервые решили не только исполнить заветную мечту тех, кто написал письмо Деду Морозу, но и устроить для ребят настоящий новогодний праздник. Эта акция была направлена на то, чтобы дети поверили в чудо, что действительно Дед Мороз есть, что их желания не остаются без внимания. Чтобы дети поверили в чудо, работникам почты пришлось не только организовать праздник, но и самим перевоплотиться в сказочных персонажей. Директор почты, например, превратилась в бабу-ягу, которая похитила Деда Мороза, заперла его в чулане, а ключ от него спрятала. Детям вместе со Снегурочкой пришлось рассказать много стихов и спеть немало песен, чтобы усыпить ягу. Станем дружно, уколов снималяда, круг яленький будем танцевать. Баба-яга уснула, дети ключик нашли и освободили Деда Мороза. Он и елочку зажег и подарками всех одарил. Я попросила энциклопедию о змеях, потому что я очень хочу знать о змеях и в школе. Нам задавали про змею-гадюку, и я хотела прочитать книги на окружающем мире. Сотрудники Дубосарской почты в этом году организовали и провели четыре новогодних утренника. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие более 250 девчонок и мальчишек Дубосарского района. Тех, кто написал письмо, но не смог прийти на праздник, Дед Мороз навестил дома, чтобы в волшебную ночь Нового года никто не остался без подарка. Какими будут новогодние каникулы для терраспольчан и гостей столицы? И позволит ли погода выйти на улицу в первые дни 2015-го? Об этом расскажет Александр Богатый. Большинство граждан делали скептические прогнозы по поводу бесснежного Нового года. Но погода преподнесла сюрприз, и главный зимний праздник мы будем встречать со столь долгожданными сугробами. Кстати, морозы в январе будет постоянно сменять оттепель. В гидрометцентре, говорят, уже 1 января столбик термометра начнет стремительно подниматься. А вот любителям снега синоптики советуют срочно брать сани и лыжи и бежать на улицу. Днем уже 1 числа и в ночь на 2 число. В связи с повышением температуры воздуха на высоте и увеличением влажности воздуха ожидаем осадки. Осадки в виде сначала снега, потом мокрого снега с дождем. Температура воздуха уже повысится. Ночью 0,3 и днем около 0 градусов на пятницу. По словам метеоролога, в самой морозной в январе будет новогодняя ночь. Температура на улице будет достигать минус 17 градусов. В связи с погодными условиями, начиная с 31 декабря и до окончания январских каникул, сотрудники госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме. Сотрудники ГАИ в первую очередь на автодорогах будут обращать внимание на водителей, которые по каким-либо причинам остановились, либо в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, поломки и так далее, будут оказывать помощь. Также сотрудники ГАИ будут работать на выявлении водителей в состоянии опенения. Водителей, управляющих транспортными средствами, не имеющими на то права управления. Начиная с 20.00.31 декабря и до 5 часов утра 1 января, в Террасполе будут перекрыты площадь Суворова и улица Юнности в микрорайоне Октябрьский. Общественный транспорт будет курсировать по столице почти всю ночь. Троллейбусы будут ездить до 23.00, а маршрутные такси до 5.00 первого дня нового года. Мы приглашаем всех на центральную площадь, к центральной городской елке, на праздничную программу, которая начнется в 20.00, 31.00 декабря и продлится до 4.00 утра 1 января. Те, кто придут, я надеюсь, не пожалеют об этом, потому что программа обещает быть интересной, обещает быть насыщенной новыми интересными номерами. Кроме центральной площадки, праздничные новогодние программы пройдут возле культурно-досугового центра «Мир» и в микрорайоне Октябрьский. Тем, кто не знает, чем заняться в новогодние каникулы, в госадминистрации Террасполя советуют заглянуть на их официальный сайт. Здесь указана подробная информация о праздничных мероприятиях, которые будут проходить вплоть до Старого Нового года. Александр Богатый, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал. Новогодние праздники всегда полны сказочной атмосферы. В Бендерском дворце культуры для самых маленьких горожан ежедневно проходят новогодние утренники с участием сказочных персонажей и, конечно же, Деда Мороза. Поздравления и подарки от главы города накануне принимали дети с ограниченными возможностями. Несмотря на настоящий зимний мороз на улице, на сцене жарко. Действия разворачиваются в Африке. Дедушку Мороза, злая Баба-Яга и Каще Бессмертный усыпили. И теперь добрым лесным зверькам предстоит его разбудить и вернуть деткам. В спасении Дедушки Мороза активно участвуют и сами ребята. Для них общение со сказочными персонажами, а главное – с другими детьми. Самый большой новогодний подарок. Это огромный праздник. Для него первый такой большой в свет мы вышли. Очень рад ребенок. Они должны видеть, что они не одни, что таких деток много. И было бы хорошо, конечно, чтобы совместные праздники были и деток-инвалидов, но с обычными детками. Стеснительные и очень скромные в повседневной жизни. Здесь они скачут, танцуют, смеются. И, пожалуй, совсем не замечают, что в чем-то отличаются от остальных. Каждый из них не один день готовился к утреннику. Были заучены стихи, сшиты костюмы. Я сегодня мушка, я буду рассказывать стишок и танцевать. Тихо падает снежок, Дед Мороз несет мешок. Шепчет зайчику леса, там в мешочке чудеса. Чудо здесь и вправду произошло. Каждый из этих малышей, возможно, в первый раз за целый год, почувствовал себя частью чего-то большого и светлого. А родители смогли насладиться звонким смехом своих детей. Детки с удовольствием приходят на это мероприятие. Ждут подарков Дедушке Морозу. Ну, в данном случае будет Дедушка Морозом наш президент. Поэтому хотелось бы, конечно, нашим детям пожелать в этом году самое главное – здоровья, мира, море улыбок, счастливых дней, счастливых каникул. Чтобы их жизнь была наполнена только радостью и веселым смехом. Новогодние утренники здесь продлятся до 8 января. Ежедневно для детей будет праздничная программа и сказочные герои, которые не дадут детям усомниться. Чудеса все же бывают, особенно в Новый год. Анна Шерпул, Александр Левицкий, Первый Приднестровский. Артисты государственного цирка устроили настоящее новогоднее представление для детей и взрослых – волшебной валенки. Сказка с искренними героями и захватывающим сюжетом прошел в столичном дворце республики. На спектакли побывала и наша съемочная группа. Маленькие зрители уже с нетерпением ждут появления артистов на сцене. Показать сказку такой, как она есть – с яркими эмоциями, глубокими переживаниями и захватывающим сюжетом. А пока зал наполнен ожиданиями, в закулисье происходит настоящая сказочная суета. Распознать неискренность актерской игры детям удается с невероятной легкостью, поэтому все артисты перед выходом на сцену прорабатывают каждую деталь образа. Костюм, грим, прическа, ну а главная ответственность, конечно, легла на Дедушку Мороза. Пристоит большая работа, то есть у меня будет большое пузо здесь, у меня будет красивая шуба, борода, белые локоны. То есть у меня еще очень много, скажем, чего нужно сделать. Сюжет сказки весьма захватывающий. Волшебные валенки вдруг стали живыми и убежали от Дедушки Мороза. В свою очередь добрый старик не смог прийти на праздник и поздравить ребят. Тогда все герои сказки дружно отправились на поиски волшебных валенок. Мы стараемся подобрать актера, тот, который именно подойдет к этому образу. Мы тоже меняли в процессе репетиций, кто как сыграет, подбирали под каждого. Нам нравится. Мы уже отработали четвертый раз эту сказку. Актеры вживаются уже, еще лучше, еще им уже нравится, они уже наслаждаются. Поначалу волновались все, сейчас уже мы живем ею этой сказкой. Уже 10 лет Петр покоряет со сцены сердца маленьких пренестровцев. Образ доброго Дедушки Мороза – один из его любимых персонажей. Актерское мастерство для него не просто увлечение, а часть жизни. Я всегда чувствую сказку, в которую попадают дети. И моя задача настолько перевоплотиться, чтобы дети поверили на 100%. Если я вижу, что когда я работаю в образе, дети реагируют на мои слова, они реагируют на мои, скажем, прищуры моих глаз, на мой тембр, на мои какие-то прикосновения. Для меня это доставляет высочайшее удовольствие. Вместе с артистами маленькие зрители глубоко сопереживали, помогая героям сказки встретить Новый год и зажечь праздничную зеленую красавицу. Раз, два, три, девочка! Мне понравилась деда Мороза, потому что он силу этого праздника и всегда с нами, всегда рядом, всегда радуется нами и вкладывает в этот праздник. Что-то веселое, озорное. Мне понравилась баба ешка, потому что она смешная. Мне понравился котик, потому что он очень красивый. После красочного спектакля для юных зрителей устроили новогоднюю дискотеку вокруг праздничной елки. Елена Костелей, Сергей Василев, Первый Пренестровский телеканал. История в стекле, пластике и на картоне. Старинные елочные игрушки. Многие считают их праздничными артефактами, но есть люди, для которых маленький советский космонавт на хвои значит нечто большее. Об истории елочных игрушек Ирина Полесика. Стеклянные шары с советской символикой, звезды, орехи, гитары. Такие сегодня уже не встретишь. Новогоднее чудо в золоте – коллекция Ольги Валентиновны. Многие из этих игрушек сделаны ее руками. Вот особенно барабанчик и кубики. Их было легко делать. Туда дедушка вложил обязательно детям, как сюрприз, пару леденцов, пару конфеток. Он так тарахтел кубик. И можно было бумажечку с пожеланиями. Такой кубик разрывался и все. Обращаться с циркулем и транспортиром научилась раньше, чем читать, рассказывает женщина. К Новому году готовились заранее. Раскрашивали бумагу. Цветной тогда не было, как и клея. Вместо него использовали смолу деревьев, как правило, фруктовых, вишни или абрикоса. Держал такой клей лучше любого момента. Вот эта игрушка самая дорогая в моей жизни. Это игрушка. На ней написано 1941 год. Это Кремль, который сделали мне на мою первую елку, так как я родилась в сентябре 1941 года. Моя первая елка – вот этот Кремль. Кремль, серп и молот – звезда. Елочные игрушки в прямом смысле отражали историю. Вот, например, кукуруза 50-х годов выпуска. А здесь шишка, птица, сосулька. Все они тогда изготавливались вручную, прорабатывались до мелочей и лица сказочных пупсов, и часы из фильма «Карнавальная ночь». На часах игрушечных стрелочки остановились на без 5.12. И стали выпускаться они еще в 60-м году, вот такие часики. И до сих пор такие часики еще выпускаются. Ну, самые разные часики, в самой разной форме. Но вот стрелочки застывшие на без 5.12. Первая игрушка сошла с конвейера в 1966-м. В ассортименте появились украшения с белым напылением, алюминиевые фонарики, Деда Морозы и снегурочки. К 80-м выбор новогодних аксессуаров вырос вдвое. Но чего-то в этих стеклярусах уже не хватало. Эмоции были, понимаете, оно что с детства, такой фундамент закладывается во взрослую жизнь, что вот потом все трудности и все остальное, вот такое, что вот в нашем регионе, в мире и так далее, и так далее, оно все равно, переступаешь порог квартиры. И вот этот свой маленький мир, он дает тебе силы, и духовные силы, и физические силы, и так далее. Сегодня у каждого из нас существует свой мир. Современный или нет, не важно. Главное чувство праздника, а оно, согласитесь, есть. Ирина Полесик, Татьяна Авромогла, Первый Приднестровский. До Нового года остаются считанные часы. Елка украшена, подарки куплены, с кухни доносятся вкуснейшие ароматы праздничных блюд. В долгожданную ночь каждая хозяйка мечтает, чтобы именно ее праздничный стол оказался лучшим, а наряд незабываемым. О том, как и в чем встретить наступающий 2015 год, смотрите в нашем сюжете. Новогодняя ночь окутана тайнами и загадками. Это время чудес и перемен. С Нового года можно начать новую жизнь, сделать то, на что раньше не хватало смелости, или приблизиться к самому желанному. Народная мудрость гласит, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Большинство жителей нашей республики главную ночь в году предпочитают провести дома в кругу семьи. Я считаю, что Новый год – это праздник семейный, и все-таки самое лучшее – это когда рядом те люди, которые любят тебя и которых любишь ты. Мы соберемся в узком кругу семьи, будем смотреть телевизор, зажжем елочку и вместе поговорим про Новый год. Этот Новый год я буду справлять с мамой. У нас это традиция, мы каждый год встречаем с родителями. Мы не изменяем традиции, мы всегда с бабушками, с дедушками и с детьми. Праздничный стол – главная забота хозяек. Декорируя его, предпочтение стоит отдать свежей зелени. Салаты можно выложить в форме овечки на больших салатных листах. Овощные и мясные ассорти будут выглядеть празднично в виде подковы или елочки. Соломенные хлебницы и деревянные салатницы добавят колоритности новогоднему столу. А вот что касается новогоднего наряда и прически, здесь стоит исключить все блестящее и вызывающее. Коза любит все натуральное, то есть предусматриваются все натуральные ткани. Это начиная от льна и заканчивая шифоном и шерстяными какими-то изделиями. Что касается аксессуаров, конечно, предпочтительнее какие-то аксессуары сделаны из дерева. Это могут быть и самодельные, это могут быть и приобретенные где-то в магазине. Год барашка, все-таки ассоциация у нас сразу такие шерстяные свитера с большими косами, теплые носочки. То есть довольно уютное, мягкое, будут актуальны плетения, естественно, какие-то легкие волны, локоны тоже. И, конечно, обладательницы кучерявых волос от природы долго думать не будут. В принципе, текстура волос уже готова, поэтому просто как-то красиво их уложить на голове. И вы уже в тренде, вы уже в тенденции этого 2015 года. Также новогодняя ночь дает бесценную возможность загадать самое заветное желание. Например, на праздничный стол можно поставить вазу с виноградом. За пару минут до боя курантов начните усиленно думать о вашем желании. А когда часы начнут бить, съедайте с каждым ударом по одной виноградине. Подобных способов на самом деле множество. Но гарантия того, что желание обязательно сбудется, ваша искренняя вера и приложенные усилия в наступающем году. По восточному календарю символ нового 2015 года – коза или овца, причем деревянные или синие. Таких у нас в республике не нашлось, а вот посмотреть, как живут самые обычные, на козью ферму отправился наш корреспондент. Петр Николаевич уверен, наступающий год козы будет для него особенным, ведь под боком целое стадо новогодних символов. Своих кормилец хозяина характеризовывает только положительно. Красивые, ласковые и, как ни странно, чистоплотные. Коза никогда не ляжет или не будет есть там, где грязно. 28 овечек и 200 коз. У каждой свой характер и непредсказуемое настроение. От безмятежно спокойного до вспыльчивого и гривого. Но зато аппетит у всех одинаково хороший. Жуют они постоянно. Одна коза может за целый день килограмм 10-15 сена съесть за целый день. Коза очень ногами роет, достает из-под снега зеленую траву. Есть козы добрые, а есть козы к рукам очень трудно податься. И вообще даже на дойку очень трудно привыкает. А есть козы быстро привыкают. В уходящий год лошади на этой ферме родилось, как в сказке. Семеро козлят. Вот этому всего полторы недели. И он, как никто другой, подходит на роль главного символа грядущего года. Год козы многие астрологи называют годом перемен и неожиданности. Неожиданным, как и сам его символ – козу. Наше место, где мы живем, в Террасполе, ждут очень хорошие перемены. Во всем у нас будет очень много радостных событий. Петр Николаевич рассказывает, на Новый год всех без исключения козочек и барашков он обязательно поздравит. Чем-то вкусным и сладеньким. Лакомство обещает и единственное на ферме лошади, уже уходящему символу этого года. С самого детства мы верим в Деда Мороза. С нетерпением ждем его прихода, выполняем все родительские поручения, чтобы в праздничную ночь добрый волшебник все же доставил нам подарок. В канун Нового года наш корреспондент расскажет о том, что чудеса все же встречаются. Главное в них верить. 31 декабря. Сугробы, мороз минус 15 и, конечно, царь-елка. Атмосфера самая, что ни на есть новогодняя. Это праздник детства, когда в ожидании подарка мы судорожно учили стишки, чтобы не расстроить Дедушку Мороза. Взрослые это время сейчас вспоминают с улыбкой, а дети по-прежнему верят в волшебство. Я вылепил снегурку, поставил на виду снегурочку-девчурку под яблони в саду. Добрый Дедушка Мороз, я пришел лишь об одном, чтобы девочку принес, мне гора с машинком дом. Доброму бородатому волшебнику мы писали письма, в которых делились самыми заветными желаниями. Ему доверяли и боялись расстроить плохим поведением. Из года в год два главных героя праздника зажигают счастьем детские глаза. Дарят им подарки и самую, что ни на есть, веру в чудо. Даже тогда, когда кажется, что его не существует. Были случаи, но это одиночное. Ты знаешь, такой мальчик, который хочет ему сказать, что все наперекорит. Ты не настоящий, смотри, волшебный посох, сейчас тюкну, козыриком санишь, хорошо, хорошо, и уходит. Детки уже часто приходят в театр, у нас есть такие постоянные уже. И они говорят, о нет, не снегурочка, мы ее видели. И начинают перечислять сказки. Гадкий утенок, вот мы там ее видели. Значит, она не настоящая. Мы же говорим, ну конечно, мы не настоящие. Дедушка Мороз настоящий же не может. Вы всех обойти, подарить вам подарки. Настоящий будет 31-го подарит подарок под елку. Они, конечно, скептические, но верят. Вряд ли кто возразит, что взрослые в душе все те же дети. Вот только нет уже того праздничного настроения, пока не придут Дед Мороз и Снегурочка. И не заставят водить хороводы и участвовать в конкурсах, пусть и на взрослых праздниках. А кто-то просто сам примеряет на себя костюм и спешит радовать детей, особенно тех, кому кроме доброго волшебника ждать некого. Нести праздник в детские дома, интернаты, волонтеры начинают маленькой командой. Но остается недолго ждать, как на всеобщее добро откликаются десятки неравнодушных. У нас главный девиз – это с каждого по возможности. То есть был случай, когда пришла пенсионерка и говорит, вот я в начале месяца получу пенсию и на полпенсии накуплю вам подарков. На что мы и начали объяснять, что бабушка, не надо тратить пенсию, есть другие способы нам помочь. От работы на утренниках устать невозможно, признаются герои. Ведь это вовсе не работа, а постоянный праздник, где сбываются детские мечты и даже взрослые погружаются в самые приятные воспоминания. На Новый год, когда мне было лет семь, я очень хотел автомат. Автомат игрушечный, на пульках. Ну, в общем, подарили мне этот автомат родители. Я, конечно, не удержался его опробовать. И получилось так, что стрелял, стрелял, и одна пулька попала в стакан с шампанским. Он разлетелся по всей квартире, и получается, в новогоднюю ночь мы с пылесосом ходили. Вот такой вот запоминающийся Новый год у меня был. Новый год для меня ассоциировался с сумкой мандаринов. Даже не с сумкой, а с сеткой мандаринов. Когда родители приходили домой под Новый год с этой сеткой мандаринов, вот тогда для меня и начинался Новый год. Самое яркое, самое приятное воспоминание о Новом годе, это, наверное, в середине 90-х. Тогда у нас были перебои с электроэнергией, скажем так. И как раз канун Нового года, 31-го числа, вернулся с рейса мой отец с мамой. Он был дальнобойщиком, мы ездили тогда в дорогу. И вот они вернулись как раз в Новый год. Света нет, все при свечах. Привезли с собой кучу подарков, в том числе большую железную машину, полную конфет. Я всегда ждал папу, когда он придет и положит сникерс. Вот сникерс, это было всегда под елкой, всегда лежали два сникерса. И я их ждал безумно. Я никогда не знал, как они появляются там. Был тот период, когда уже вроде бы ты перестал верить в Деда Мороза. Мы там проснулись, что-то там собирались с братом и вот позвонили в двери. Ну, мы там побежали открывать, там или мама пришла, или кто-то еще там, соседи постоянно ходили. А открываем, а там стоит Дед Мороз. Это было, наверное, самое шокирующее, самое незабываемое впечатление, когда мир переворачивается. Запах мандаринов, хвои, отец поднимает бокал шампанского, мама дарит подарки. И атмосфера такого праздника, легкость и действительно сказочная. Этого так сегодня не хватает. С Новым годом от Первого Приднестровского. Это были главные новости на сегодня. Об этих событиях и не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. Главное открытие года. Четырехэтажный супермаркет «Хай-Тек» в центре Тирасполя. Гигантский ассортимент товаров. Проверенное качество и лучшие цены в Приднестровье. Впервые в магазине «Хай-Тек» представлен огромный ассортимент мягкой корпусной мебели. В честь открытия покупатели «Хай-Тек» ждут приятные подарки и скидки до 30%. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Через считанные часы наступит Новый год. Примите самые искренние и добрые пожелания от Первого Приднестровского. И побольше нам всем хороших новостей. Увидимся уже в 2015. Субтитры сделал DimaTorzok